Сколько штакетника потребуется для вашего забора? Как рассчитать количество штакетника, количество труб и прожилен для вашего забора? В этом видео вы получите следующую информацию. Начнем в обратном порядке, так как большинство людей интересует именно то, как рассчитать сам штакетник. Как рассчитать количество труб для столбов забора? Как рассчитать количество прожилен для забора? Как рассчитать калитку и ворота? Итак, чтобы приступить к расчету металлического штакетника для вашего забора, нужно изначально понять, какой штакетник вы хотите. У разных производителей бывают разные виды штакетников. Не могу сказать за всех. В нашей компании это бывает лайн, трапеция и эллипс. Соответственно, у всех этих видов штакетника разные размеры. Давайте, для примера, возьмем штакетник эллипс. Его ширина 126 мм, то есть 12,6 см. Кстати, еще обратите внимание на одну важную деталь. С обратной стороны у качественного штакетника имеется завальцовка, для того, чтобы вы или ваши дети не повредились об острые края штакетника. Далее нам необходимо определиться, какой зазор между штакетинами мы хотим оставить. Обычно этот зазор составляет 4-5 см. Можно, конечно, сделать этот зазор больше, но это уже будет влиять на внешний вид вашего забора. Поэтому решайте сами. Получается, что 4 см зазора и 12,6 см ширина штакетника в сумме составляют 16,6 см рабочей ширины одной штакетины. Предположим, что нам необходимо сделать забор 25 метров. Это 2,5 тысячи сантиметров. 2,5 тысячи делим на 16,6, получаем 150,6 штакетника. Округляем до целых. Итого 151 штакетина. То есть 151 штука нам потребуется, если мы хотим сделать заборы штакетника только с лицевой стороны. А если мы хотим, чтобы с обратной стороны у нас тоже стояли штакетины, то есть были в 2 ряда, то, соответственно, 151 нам нужно умножить на 2. А далее нам необходимо определиться с высотой забора. Кстати, обратите внимание, что верхнюю часть штакетника можно сделать либо закругленной, либо плоской. На стоимость это не влияет. Но зато на стоимость влияет высота вашего забора. Соответственно, стоимость 1,5-метрового забора будет отличаться от 2-метрового забора. Допустим, мы хотим сделать забор высотой 1,8 метра. Получается, умножаем 151 штакетину на 1,8, получаем 271,8 погонных метров штакетника. Отсюда уже можно и высчитать стоимость, так как цена у производителей всегда указана в погонных метрах. Актуальная цена на 0,5-й штакетник в покрытии экостил под дерево на данный момент 184 рубля. Умножаем 271,8 погонных метров на 184, получаем 50 112 рублей. Плюс рублей 200-300 уйдет на упаковку. На всякий случай возьмите 2-3 запасных штакетины. Мало ли вы немного просчитались в замере или нечаянно повредили одну штакетину. Лучше заплатить за запасную, чем потом платить за лишнюю доставку или ехать докупать. Далее нам необходимо рассчитать количество саморезов. На одну штакетину у нас идет по 4 самореза. 2 сверху и 2 снизу. Соответственно, так как у нас 151 штакетина, нам потребуется 604 самореза. Саморезы необходимо взять с небольшим запасом. На случай, если некоторые саморезы потеряете или попадутся бракованные. Но в некоторых случаях, если у вас штакетник под дерево, то нужно подбирать саморезы, максимально похожие к цвету этого дерева. Например, для сосны подойдет слоновая кость или для мореного дуба подойдет шоколад. Со штакетником разобрались. Считаем количество штук, считаем количество погодных метров, умножаем на стоимость, получаем цену. Как нам рассчитать количество столбов, которые нам потребуются для забора? Столбы мы используем 60 на 60, труба 2-миллиметровая. Чтобы рассчитать количество столбов, нам необходимо взять общую длину забора, например, 25 метров, и разделить на расстояние между столбами. Чаще всего расстояние между столбами мы делаем до 2,5 метров. Но в том случае, если у вас большие ветреные нагрузки на участке, или вы хотите сделать более высокий забор, то, возможно, потребуется большее количество столбов, либо заглубить столбы немножечко поглубже. Для столбов мы берем 6-метровую трубу, делим ее пополам, у нас получается трубы по 3 метра, метр 20 у нас уходит под землю, а метр 80 у нас возвышается над землей. Так вот, чтобы рассчитать, сколько нам потребуется этих столбов, нам необходимо взять общую длину, например, 25 метров, разделить на эти 2,5 метра, и добавить еще один крайний столб. То есть для 25-метрового забора потребуется 11 столбов. Как рассчитать количество прожилин, которые потребуются для вашего забора? Для стандартных 2-метровых заборов, или, допустим, если они поменьше, у нас всегда идет по 2 прожилины, верхняя и нижняя. Соответственно, чтобы рассчитать их количество, нам нужно длину забора, допустим, 25 метров, умножить на 2. Получаем 50 метров прожилин. Для прожилин мы используем трубы 40 на 20, толщиной 1,5 или 2 миллиметра. Итого, для самого забора нам потребуется 50 метров трубы, 40 на 20. Идем дальше, считаем калитку. Стандартная калитка 2 на 1 метр. Нам потребуется 2 столба 60 на 60 и 3 прожилины по 1 метру. То есть 6 метров трубы на столбы и 3 метра на прожилины. Штакетник рассчитывается аналогично забору. Но в некоторых случаях, если у вас сюда приходится столб от забора, то количество столбов может быть меньше. Как правило, для обычных распашных ворот делается ширина 3,6 или 4 метра. Допустим, если это 4-метровые ворота, на столбы мы используем трубу 80 на 80, толщиной 2 миллиметра. Соответственно, 2 столба по 3 метра, то получается 6 метров трубы на 2 столба. Три горизонтальные лаги, то есть 12 метров. И нам еще нужно дополнительно добавить прожилин для укосин, чтобы добавить диагональной жесткости. Для стандартных 4-метровых заборов эта укосина получается приблизительно 2,7 метра. Их можно сделать только в нижней части или добавить на верхнюю часть тоже. Получится как британский флаг. Допустим, чтобы сделать как здесь, получится 18 метров трубы на прожилин для ворот. Для того, чтобы не повело воротину или калитку, дополнительно мы сверху связываем ворота и калитку трубой 40 на 40. Соответственно, какая у нас длина ворот и калиток, такая длина нам потребуется трубы. На этом у меня все. Кстати, заметил такую тенденцию, что в основном на ютубе видео по монтажу или видео, которые сравнивают какие-то технические характеристики материалов, а по расчетам видеороликов очень мало. У меня в планах еще записать, как рассчитать металлочерепицу, как рассчитать кровлю из профлиста и многие другие материалы. Пишите в комментариях, какой ролик вы бы хотели увидеть. Спасибо за просмотр. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова